Объявлено, объявлено, отбери. Объявлено, чтобы кто-то забыл, поделись. Сегодня у нас доклад вот такой. Мерещагин, Казачинский экспандеры и связь коммунициативной и вопросовой сложности. Термины, я надеюсь, докладчики нам объяснят в начале доклада. Правильно я понимаю, Коль? Правильно. Ну, пожалуйста. Значит, в докладе речь пойдет о трех видах сложностей. Схемной сложности, коммуниционной сложности и вопросовой сложности. Значит, в качестве ведения... А, и нас будут интересовать нижние оценки для этих видов сложностей. Я в качестве ведения расположил их на такой условной координатной оси, где одна ось. Это важность получения, ну, условно, важность получения нижних оценок. А о чем идет речь? Нижние оценки чего? Нижние оценки сложностей. Чего? Ну, например... Сложности чего? Или это сложность сама по себе? Булевые функции. Что? Булевые функции. А другого ничего не бывает на свете? Бывает. Так надо выделить то, что вы будете рассказывать. Вас об этом... А вас, ваш руководитель, этому не учит? Значит, схемы сложностей... Ну, подробнее скажите, а какие... Какие сложности чего? Какие... Если вычисления, то какие вычисления? На чем вычисления? Вообще, это наука или трех? Между собой чего? Значит... Пожалуйста, давайте говорите грамотно. Чтобы понятно было и человеку, который впервые к нам пришелся. Хорошо. Значит, начнем со схемной сложности. А противника числа, которое составляется каждой функции. Видо... Если дана схема, то ее сложность. Для схемы можно определить размер схемы и глубину схемы. Значит... Соответственно... Можно определить схемную сложность функции как размер... как минимальное с, что есть схема размера веса, вычисляющая функцию. И глубинную сложности как минимальное... Д... Такое, что есть схема глубины д, вычисляющая функцию. Далее, можно ввести сложностные классы схемы и сложность. Значит... В частности, можно определить... Класс P, который состоит из всех последовательных стилей... и глубины д, вычисляющих функций, для которых существует... последовательность схемы... полимеального... Длины хода размера, вычисляющих... Можно рассмотреть... Дополнительные намечения на схемы, и тогда получатся более узкие классы, например. То есть, определить класс ncp, которая состоит из всех последовательных стилей функций... где 1-мулядная углубливая функция... от 5 переменных... Такая же, которая вычислили последовательностью... или у схем... полимеального... от 1-мулядной хода и адрера... и глубины, которые превосходят... Некоторые константы... Множенько... Лагаритт n-степеники. Соответственно, между этими классами... есть... такие очевидные вложения... выполненные по определению... То, что... класс nc1 выложен в nc2... и так далее... Тут еще я... Через nc я обозначил... объединение... всех nc-i... а всех... издуральных... Значит... Мы знаем, что... эти вложения есть... нам неизвестно... все ли эти вложения... сроки... То есть... неизвестно... вообще... на самом деле... вернули, что... nc1 отличается от... кресло шкур... Можно рассмотреть... монотонные аналоги... всех этих классов... То есть... если... рассматривать... монотонные... схемы... схемы... без описания... Соответственно... мы... по аналогии... можно определить... классы... mc-i... mc... mv... слэш... код... аналогичные... выполненные... вложения... mc-1... mc-2... ну... и так далее... и... можно доказать... вот... уже... с такими... дополнительными... ограничениями... что вот эти классы... все отличаются... друг от друга... значит... и... к докладе... пойдет... речь... тех... которые... это было доказано... значит... в частности... теорема... м... это параметр... какой-то? m... это буква... то есть... ну... это... буква... монотонные... это сокращение... от слова... монотонные... нет... написано... добавляем... м... ко всем обозначениям... что он обозначает? ну... просто... можно написать... определение... что... m... это множество... всех последовательностей... монотонных... булевых... функций... вычислимых... последовательностью схем... а... монотонных схем... племиального размера... глубины... лог... n... степени... ну... по... в... степени... и через m... что обозначаются? m... n... c... t... все это вместе... это... обозначение... это... например... m... c... 1... это обозначение... для множества... последовательности... всех булевых функций... монотонных... монотонных... м... в данном случае... от численного значения... m... не существует... просто символ... да... это сокращение... от слова... монотонных... монотонных... я из ваших слов... догадался... вот я и спрашиваю докладчик... он согласен... м... да... значит... а... остальное... значит... каршен и юберсон... доказали... что... m... c... m... c2... не равно... m... c1... а... остальное... остальные... разделения... доказали... расы магнитик... а... значит... а... Я сейчас расскажу о технике, которые пользовались кашельными дырцами. Мы говорили о схемной сложности, они связали схемную сложность с другим видом сложности, называемой коммуникационной сложностью. И с помощью этого вы получите результат. Сейчас я расскажу о коммуникационной сложности. Сложность чего измеряется в коммуникационных сложностях? Измеряется сложность отношений вида R, в которой берутся какие-то три конечного количества X, Y и Z, и берется подноска лекарственного произведения X, Y и Z. Значит, неформально говоря, что происходит в коммуникационной сложности? Есть два игрока, Алиса и Боба. Алиса получает на вход элемент множества X, а Боб получает на вход элемент множества Y. И задача Алисы и Боба выдать какую-нибудь Z из множества Z большой, такой, что X, Y и Z тройка принадлежит R, один и тот же Z. И неформально говоря, им нужно для этого как-то общаться, потому что Алиса имеет только X, а Боб имеет только Y. Значит, как алгоритмы их общения... А всегда ли предполагается, что для любого X существует Z? Да, мы предполагаем, что R – это того, что для любого X есть хотя бы Z. В этом смысле, значит, R полное там есть, все пары XY встречаются, да? Все значения X. Все значения XY есть, соответственно, хотя бы X. Ну, мы всегда будем это еще проверять, когда будет отношение. Коммуникационный протокол, нужно сначала задать ну один бит, кто посылает, условно говоря, посылает первый... R и есть протокол или что? R – это отношение. R – это задача. Это задача. А протокол даст решение вопроса о сложности, да? — Протокол — это решение задачи. — Мы хотим, чтобы решение было как можно... — А каждый протокол имеет свою сложность? — Да. — И какой-то оптимальным считается? — Оптимальным считается тот, у кого наибольшая сложность. — А параметры сложности где у вас? — Значит... — Вот данный протокол — R. Какую сложность? — R — это не протокол, а задача. — Это решение задачи. — Нет, это сама формулировка задачи. Протокол ещё не возник в любой докладе. — Да. Значит, протокол определяется... — Мы задаём сначала один бит. — А задачу мы уже сформулировали. — Да. Задача стоит следующая. Ну, задача задаётся вот таким R. — Значит, R задаёт на ночь. — Да. — А решает кто задачу? — Протокол. — Значит, Сергей Иванович, общий вид задачи выглядит так. Оно отношение R. Всюду определённое. Значит, протокол, то есть решение задачи — это не алгоритм общения Алисы и Бога. У Алисы есть X, у Бога есть Y. Они передаёт друг другу сообщение. Сложность протокола — это количество передних сообщений. Оптимальный протокол, который передаёт сообщение поминувшее. — Да, вот так. Понятно. Ну, короче, я понял, что задача докладчиков — это рассказать так, чтобы было мало понятно. Минум информации заранее давать всё через вопрос. — Да? — Я думаю, что такая задача докладчиков меня ставит. — Да, да. — Я согласен, пересудим. — Вы с нами теперь. — Я думаю, что это почти не так. — Можно вопрос поставить? — Да. — Давайте чёткую постарёнку вопрос. — Я считаю, что длина прокаколы — это, она такая, там, максимум, то есть, около 50, на X. Что значит на X? — Значит, у нас на данном ходе можно взять конкуренацию всех сообщений, которые Алиса и Львова присылали друг другу. Взять её клиенту. — Да, я понимаю. — И мы берём, берём в случае, когда Алиса получает TX. — Да это я понимаю. — Ну, мы берём… — Макс функция TX. — Да. — Слово «нам» означает функция O. — Макс функция O. — И, соответственно, мы определяем коммуникационную сложность отношений как минимальное D, для которого найдётся протокол, вычисляющий это отношение F, коммуникационной длины и больше D. — Хорошо. Значит, пример отношения, которого можно измерить коммуникационную сложность, такой. У нас есть множество всех двоичных слов длины N, у которых нечётное число единицы X, множество двоичных слов длины N, у которых чётное число единицы, и множество чисел одного D. — Тогда для каждого X маленького из X и Y маленького из Y, у нас есть хотя бы одна координата, в которой X и Y отличаются. — Потому что, ну, потому что они могут у равных X и Y быть и чётные и нечётные числа единицы. — Значит, соответственно, задача выглядит так, что у Алисы есть слово... Слово... Ну, вот, собственно, вот есть элемент X большого, вот есть элемент Y большого, а не надо выдать какую-нибудь координату, в которой их коды отличаются. И можно убедиться в том, что коммуникационная сложность этого отношения не превосходит константы множеств налога. Значит, потому что они могут воспользоваться модификацией бинарного поиска. Если... ну, они могут... Алис и Боб могут сначала выяснить, одинаковые чётности и количество единиц в их первых половинах и в первых половинах входа. Если разное, то понятно, что у них есть координаты, которые... из первой половины, в которой их вход отличается. Если одинаковые, то понятно, что у вторых половин разная чётность количества единиц. Значит, там есть координаты, в которых они отличаются. То есть, за константой коммуникации... ну, Переславу, грубо, константы количества видов, ну, просто какая чётность у их первых половины количества единиц. Можно уменьшить на всех задачах. А вопрос можно? Да. Алис и Боб, которые Боб полностью доверяют? Да. То есть, они не обманывают? Да. Проверять ответ за ними не надо? Нет, нет. Ну, отдать... Да. 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 Здесь реализм послал на какой-то... Что-то... У меня что-то чёрное в первой половине. Боб, понимаете, что-то не стало. Да. Они даже говорили, что именно они будут вызвать. Ну, а это и определяется. Да-да. Они заранее договариваются каким-то татакомом. Татаком, как и тёплых. Да. Да. Эээ... 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 Да. Теперь, значит, как связать схемную сложность, информационную сложность? Эээ... 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 Для этого вводят соотношения Акашевы и Y-керсоны. Значит, они сделали следующее. Можно для каждой булевой функции, эээ... рассмотреть, ну, такую задачу. Эээ... Ээ... Что у Алисы есть на входе X из 0,1 степня, такая, что у входа X равно 1,1. А у Бога есть Y, такое, что F и Y равно 1. И... Сейчас... Нужно выявить какую-нибудь координату опять, в которой X и Y отличаются. Опять же, она есть, эта координата, потому что X и Y отличаются. Значит, это функция F на них раз. Вот. Эээ... И теорема Каршмера и Y-керсона состоит в следующем, что... Эээ... 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 И... Можно вопрос? Да. Подношение Кашмера и Диерсона – это коммуникационная задача, которая была данной функцией, устроена тема. Да. Да. Всяное слово «отношение». Да. В общем, не знаю. Ну, отношение можно определить его как подможество... Взять множество X, которое что... А, ну, это все наше дело. Мотых, там, не единицы. У... Множить у, которых фатыни грандунулю, и множить з чисел на лутое. С таким словом. Хм... Как здесь получается? Точный или в точность, если у него влажал? Точно. Точный. Точный в смысле, там, в конечном виде. Ну, просто... Точно одинаковый. Ни каких спиралов на Росланах нет? Да. Эээ... Эээ... Еще нам понадобится следующая модификация. Они показали следующую модификацию для монотонных отношений к качельным репрессонам. Что это такое? Монотонные отношения к качельным репрессонам для данной монотонной пульвой функции. Значит, опять Алиса получает x, на котором значение f равно единице, а y, на котором значение f равно 0. И тогда что можно сказать? Что для любых таких x, y у нас есть координата такая, что координата z такая, что z равно единице, а y, z равно 0. Потому что иначе x в любой координате x была бы меньше raide y. Тогда вот такого не могло бы быть в силу монотонности f. и, соответственно, теорема, тоже качельный репрессон, заключается в том, что монотонная глубинная сложность f, d, l, f равна коммуникационной сложности монотонного отношения качельного репрессона для репрессона. Я, наверное, повторю вопрос. А там равенство даже не плюс 1? Нет, точно. Такое бывает? Бывает. Репрессон. 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 Вот это единственный пример. Ну, можно догадаться, что это, так как доказывается, не очень сложно. А их разлуга потому, что они вообще догадались. Да. Что это такое, а шею не надо разлуга. Да. Значит, теперь, для какой последовательности функции качельный репрессон показали на ней разделение классов mnc2 и mnc1? Значит, можно определить функцию stcon с индексом n, которая определяется так. она получает на вход ориентированный граф на вершину заданной матрице смешности. И она выдает единицу, если в этом графе есть ориентированный путь из вершины 1 и вершины m, и 0 в противном случае. Соответственно, Гашмар и Луперсон, ну, они, ну, нужна простая часть того, что они сделали, состоит в том, что последовательность этих функций принадлежит классу mnc2. А основная часть того, что мы показали, то, что монотонная глубина функции stcon на n, она не меньше какой-то константы умножить на многолитвы в квадрате f, из чего вытекает, что эта последовательность не лежит в этом классе. Значит, вот, собственно, они это сделали, поскольку мы видели, что кондиционные, ну, поскольку они показали, что кондиционная сложность, ну, что монотонная глубинная сложность эта функция равна кондиционной сложности отношения ее, монотонного отношения к нашему персону, для нее, то есть нам достаточно сказать нижнюю оценку на кондиционную сложность для этого отношения. Тогда, значит, ну, что такое вообще это отношение? Я просто для этой функции еще приведел пример. У Алисы, соответственно, есть граф задовольной матрицы смежностей, в котором есть ориентированный будет. Для n равно 5, в данном случае 5 решит, из 1 в 5. А у Бога нет пути. Соответственно, нужно выдать какую-то пару вершин, такое, что, ну, в данном случае 3 в 5. Что в графе Алисы есть ребро из 3 в 5, а у графе Бога нет. Ну, понятно, что такое существует, потому что иначе Бог не будет. Теперь, значит, можно доказать вот нижнюю оценку напрямую, но проще это сделать при помощи результата разной матрицы. Значит, я сейчас про вопросов сложности скажу, что это такое, и о связи с коммуникационной сложностью. Значит, начнем с того, что измеряется сложность чего вопросов сложности. Мы рассматриваем отношение, ну, то есть, подможество, ну, от измеряется сложность R, вида R подможеством 0,1 степени R и картового произведения с конечным каким-то множеством A. И вот это R я буду в дальнейшем называть адностью R. Значит, в чем состоит задача? Задача, мы получаем на вход слово Z из 0,1 или 0,1. И нужно выдать какой-нибудь элемент A, ну, множество A, ну, оваленькое. Что из этого A, он лежит A. И, ну, опять мы предполагаем, что R у нас сюда попередный, и такое A всегда существует. Значит, единственное, чем мы интересуемся при вычислении, ну, то есть, при нахождении такого A, это просто количество координат, которые мы читаем в обходе. То есть, как это можно анализовать, ну, решение этой задачи? При помощи деревьев разрешения. Это деревья, ориентированные в корне, в которых в каждой внутренней вершине есть отмечена переменная входа. Вот, для примера, у нас случай для N2, там у нас есть две элементы, которые Z1 и Z2. А листья помечены элементами множества A. Соответственно, получив Z, мы переходим в тот лист, путь к которому соответствует значение Z1 и Z2. То есть, если Z2 равно 0, то мы идем сюда. Если Z1 равно 1, то мы идем сюда, вот этот лист, к которому мы, естественно, приходим на наш вход. И, ну, вот количество координат, которые мы запрашиваем, оно соответствует глубине геря. Ну, и мы называем, что мы говорим, что дерево вычисляет отношения, если для любого Z мы приходим в лист, помечен каким-то вот таким H, что Z1 не длежит отношение. Значит, и, соответственно, можно определить вопросную сложность F, как минимальное D, такое, что найдется дерево разрешения, глубины не больше D, вычисляющее D. Значит, опять пример, это отношение поиска. Ну, формально тут написано определение, значит, в чем, собственно, задача состоит. Если у нас есть слово из нулей единицы длины N, которое начинается на 0 и заканчивается на 1, значит, у нас есть место, в котором координата, которая равна 0, а следующая координата Z равна единице. И, то есть, получив Z, нам можно выдать любой какой-нибудь И от 1 больше равна единице меньше N, такой, что вы при координате Z равно 0, а вы плюс 1 равно единице. Ну, такой координаты, я, как я говорю, она гарантированно есть, если слово начинается на 0 и заканчивается 1, но если слово начинается на 1, то нам можно выдать 0 в качестве объекта, значит, это отношение поиска подземельяется. И можно доказать, что вопросная сложность этого отношения, search N, она не меньше, не больше какой-то константы множества налога N, и не меньше константы множества налога N. Собственно, верхняя оценка, это, ну, это нам не очень сейчас важно, а тут, как и закон, намного проще доказать нижнюю оценку. Просто почему вопросная сложность, не меньше, чем уровень, потому что просто у нас есть входы, у которых единственный возможный ответ, например, это И равна единице, или И равна кой единице. То есть у нас в дереве должно быть хотя бы N листьев. с пометкой 1, с пометкой 1, ну, для каждого возможного ответа должен быть ФИССЭДИКО. Значит, поэтому у дерева, от вычисляющего это отношение, должна быть глубина хотя бы лога N. Вот. Ну, собственно, тут, на этом примере, возможно, теперь И равно 2, И равно 6. Вот так скажем. Теперь, что доказали Рас и Матвинский. Значит, как связать с коммуникационных сложностей вопросов? Пусть у нас есть какой-то R, который мы будем называть внешним отношением вот такого типа. Есть. Дальше. То, что мы будем называть, это функция из X умножить на Y, и, конечно, множество 0 и 1. Ну, что я хочу сказать, что у R можно измерить вопросную сложность, а уже можно измерить коммуникационную. Ну, потому что это частный случай. Такие функции, это частный случай суда, например, наши. Ну, если считать, что, значит, у Алисы есть на ходе элемент X, а у Роба элемент Y. Мы определим композицию R и G, для которой можно будет измерить коммуникационную сложность. Её можно определить в терминах коммуникационной задачи так. У нас, возьмём, ну, рассмотрим множество, значит, вот это, множество X степени R, и карта образования с Y степени R. То есть, на входе у нас будет R пар XY, X1 и Y1, и так далее, XN и Y1. Значит, и Алиса получает на вход все X, а Боб все Y. После этого каждый парень применяется функция G, и получается, ну, какое-то, какое-то слово измерение низки длины M. И, соответственно, нам нужно вытащить какой-то элемент множества A, такой, что вот это слово измерение низки длины M, ну, не знаю, чего-то сказать, и А принадлежит R. Значит, ну, вот, собственно, как это отрибляется. Тогда есть утверждение, ну, можно поделать, что, значит, коммуникационная сложность композиции R в Жене Расходит вопросной сложности R умножить на коммуникационную сложность G. Ну, это просто потому что, если у нас есть дерево разрешения для R, то можно его переделать в протокол для такой композиции следующим образом. Алиса и Боб полугавляют по дереву, и каждый раз, когда дерево запрашивают какую-то координату, чтобы узнать ее значение, нужно высказать G от X и T и R. А чтобы его вычислить, можно применить оптимальное протокол для вычисления G. То есть на каждый запрос у нас будет уходить только битр коммуникации. Возникает вопрос, для каких R и G можно ли сказать, что это неравенство выполнено ее в обратную сторону, хотя бы с точностью до мультипликративной конструкции? Значит, что доказали, что если взять какую-то функцию индекса, которую можно отличить так, что у нас есть, ну, которая включает нам много число одного раза два, число измерения G, G, A, и которое на... Если у нее находят число X и слово Y, возвращаясь X в вид к Y. Значит, собственно, тут я изобразил... Значит, я... Вот эта функция для случая 3 изображена. То есть у нее первый вход соответствуют столбцы, а второй вход столбцы. Значит, теорема заключается в следующем, что для всех внешних отношений адности не более чем K степени 1-20, значит, адность — это как раз длина входа Z. Коммуникационная сложность композиции не меньше чем какая-то константа, фиксированная на произведении кода и коммуникационной сложности функции импульса. Значит, ну, то есть мы получили, что раньше, что мы можем получать нижние оценки для каких-то задач коммуникационной сложности, в терминах, ну, получили нижнюю оценку на вопросную сложности. Ну, тут у нас есть еще коммуникационная сложность индекса. Ну, нам будет известно, чем она равна. Она равна D, так вот как. Собственно, таким образом уже можно, это, грубо говоря, уплавить нижние оценки на монотонную, на коммуникационную сложности монотонного отношения Гарфтера и Виккерсона для вот такой, для нашей позиции эстетов, которая, как я говорил, разделяет MC2 и NZ1. И, то есть мы сначала доказывали, что в некотором смысле вот такая композиция, она сводится к монотонному отношению Гарфтера и Виккерсона для этих функций. Ну, это, то есть, если у нас есть отображение, которое вход для вот этой композиции превразует в отход Алисы, вход Алисы здесь, в отход Алисы здесь, так что из ответа на задачу вот здесь можно получить, ну, обратно, есть какое-то отображение, которое дает ответ для исхода на задачу. Значит, из чего Кашлы и Виккерсона, ну, они заключают, что коммуникационная сложность вот этого, того, что слева композиции не меньше, чем коммуникационная сложность того, что справа, то есть общий, то есть вообще вся вот оценка на монотонную глубину ST-кон, она выглядит так, сначала мы по теореме Кашлера и Виккерсона говорим, что это то же самое, что коммуникационная сложность в монотонном отношении Кашлера и Виккерсона для ST-кон. Затем мы, вот используя это сведение, получаем, что это не меньше коммуникационной сложности композиции, а потом коммуникационную сложность композиции оцениваем при помощи теоремы Раза и Макилдзи, и остается только оценить здесь вопросную сложность этого отношения, но это я уже говорил оценить, то есть у нас будет один логарифм отсюда и один логарифм отсюда, откуда и получится, что такие функции невозможно отчислить, схемы глубины не меньше, чем какая-то константа на логарифм в квадрате от длинных квадратов. Значит, теперь о моих, вкратце сформулирую свои результаты. Значит, вопрос, который я изучал такой, что у нас есть, у нас вот есть функция индекс к, у которой, значит, длина входа, ну, как, ну, у Алисы длина входа вообще, ну, то есть, сколько бит нужно, чтобы записать вход Алисы и Бога. Чтобы записать вход Алисы, нужно, там, логарифм к, чтобы записать вход оба, нужно к. И, значит, для данной функции с длиной входа k у нас вот это неравенство выполнено для всех r равности не более, чем k степени 1 к 20. Ну, если, вопрос, можно ли усилить эту оценку? То есть, чем больше здесь будет число, тем для больших r это будет доказано. И, значит, соответственно, можно и, значит, во-первых, далее после разы McKinsey было получено, например, другой функции, но тоже с длиной входа k, другими людьми, чем печата под high и с авторами, у которых, значит, можно эту оценку увеличить до 2 степени k пополам. Я, значит, я построил другую, другую, пример функции g, у которой, значит, тоже выполнено вот это неравенство, у которой длина входа k, которая выполнена вот это неравенство для всех r равности не более 2 степени k пополам. Ну, я могу определить, что это за функция на самом деле. Ее можно определить так, что ее вход – это пара элементов конечного поля размера u к 20, и это степень простого числа xy, и значение равно единице, если разница между xy – это, ну, квадрат, то есть это представима как z в квадрате для какого-то элемента поля z, и ноль противного случая. Значит, и есть ряд, ну, еще есть ряд технических результатов о том, что если смотреть лему, которые доказывают, ну, используются в доказательствах этих результатов, то можно, ну, это какие-то комбинаторные леммы, можно показать их оптимальность, и с чего будет следовать, что с текущей техникой получить оценку лучше, чем 2 степени k пополам нельзя. Ну, конечно, можно как-то другого. Вот. В этом включаются результаты, и, соответственно, я ходил бы. А лучше, чем 2 степени k пополам здесь даже константы? Да, здесь, ну, да, 2 степени k пополам в экспоненте какая-то константы. В экспоненте, так сказать? Да. А что здесь слева, в смысле сбоку от экспонента или показателя константы? Ну, нет, ну тут… 2 степени 2? Конечно, нельзя получить 2 степени k умножить на какое-то число больше 1 вт. Ага. Показатель может быть меньше и больше. Текущие техники имеют в виду на конкретный способ построения гаджетов или с помощью гаджетов вообще? Нет, речь идет про гаджеты. То есть гаджеты… Нет, не построение гаджетов, вообще для таких… Ну, вот у нас есть гаджеты, и мы для них можем доказывать, пытаться доказывать такие утверждения. Имейте в виду, что ни для какого набора гаджетов лучше, чем 20 степени k ополам получили? Или именно для вашей техники экспонента? Нет, нет, имеется в виду следующее, что вот имеется некоторая техника и предказательство вот этого неравенства, вот которое здесь написано. Вот применяя эту технику, мы не можем использовать гаджет лучше, чем 20 степени k ополам. То есть для любого гаджета этой техникой… Ну, для любого гаджета автости больше, чем этот, этой техникой мы не докажем. Для любого гаджета, после иных кода k, нужно доказать то, что он взят в эту технику, поступающую. Нет, я хотел бы еще добавить все результаты от гаджета, то есть к зачистке. Хотя я царап, результаты у меня есть. Какие-то промежуточные результаты, там, в Крыминале сразу выполнены в областной схеме и постаменте? Нет, кроме явно указано, это чужие. Основное, по балансам чужие будут. Нет, мои где? Нет, мы сказали другое. Всегда сказать нет, большинство чужие, а ваших нет совсем. Да, вот сразу было специально… В общем, по сути… На первом слайде. То есть сразу была сначала такая оценка, потом была экспонент, но не одна вторая, а гавтик, не одна тысячная, а потом еще статья, где какого-то было. Ясно? 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 Так, еще вопросы есть? Может быть, играть-то на четкие два с половиной скале про важность? Ну, я хочу сказать, что это вообще mainstream, как бы, в теории сложности вычислений. Потому что всем известно, что булевая сложность, которая с 50-х годов изучается, не очень другая. И то, что там удалось доказать нижние оценки для стэкфонда, это был, как говорится, breakthrough. Ну, до этого сенсация превратил разбор на дивнотонной сложности. Конечно, это очень важно, что придумали новый метод получать нижние оценки для схемной сложности, которые, как было сказано, с двух этапов. Сначала оценки для коммуникационной сложности транслируются в оценки для схемной сложности, но оценки для коммуникационной сложности тоже непросто получать. А вот совсем просто оценки для вопросов сложности получать. И таким образом, вот общая схема выглядит. Сначала мы доказываем простую оценку для вопросов сложности, потом доказываем довольно хитрую теорему, которая из этой оценки дает оценку для коммуникационной сложности, а потом используем, может быть, тоже неочевидную теорему Кашмир и ее словами, в целом получается очень красивый способ получать нижние оценки для схемной сложности. Вообще говоря, это очень трудно. И любой прогресс здесь, например, это, что два степени карта пола удалось сделать, ну так, значит, удалось сделать два степени карта пола в другом способе. Тоже очень, конечно, важно, потому что здесь любой новый метод. И Саша, кстати, не упомянул, что используются Экспандеры. Это тоже очень, как бы, тоже мы стримимы. В пятый раз, когда используются Экспандеры, все очень радуются. Очень интересный. Очередной раз. Очередной раз, то есть такая красивая конструкция. Экспандеры можно пользоваться каждое утро, так сказать. Ну, да. Да. Если, 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 то есть. Да. Ну, вот сейчас, да, просто, да. Угу. 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 Угу.